Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – явление Господа ученикам во первый и в восьмой день по воскресенье. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 31 стихи. В день воскресения Господа Иисуса Христа вначале Мария Магдалина обнаруживает гробницу пустой, делится этой новостью женами-мироносицами. Мария идет к Петру и Иоанну, чтобы им об этом сообщить. В это время мироносицы приходят к гробнице, и они удостойны явления ангелов. Затем Петр и Иоанн приходят к гробнице. Иоанн верует в воскресенье Христово. Петр же удивляется в себе. Затем возвращается Мария Магдалина, которая была удостоена не только явления ангелов, но и самого воскресшего Господа Иисуса Христа. И Он повелевает ей пойти и сказать об этом ученикам, чтобы их приготовить, чтобы они ждали Его воскресшего. Из синаптических Евангелий нам также известно, что прежде чем явиться двенадцати, Господь Иисус Христос явился отдельно апостолу Петру. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам!» По-гречески и в церковно-славянском переводе несколько иначе звучит начало стиха. «Вечером, в день, который первый после субботы», то есть в нашей терминологии это день воскресный. «Когда двери были закрыты, а ученики находились в некоем помещении, из страха ради иудеев и даже закрыли двери». Почему они боялись? Потому что если их Господа и Учителя объявили бунтарем против Рима, то, конечно же, могли и их обвинить в неподчинении римской власти. Если украли тело их Учителя, а ведь гробница была запечатана официальной римской печатью, о чем нам известно из синаптических Евангелий, то как раз их и могли обвинить в том, что они пришли, взломали государственную печать, украли тело своего Учителя для того, чтобы всех обмануть, якобы Он воскрес. Поэтому ученики не просто боятся, они даже закрыли дверь. Закрыли дверь на случай, что если кто-то придет, дабы их схватить, представить дело так, будто бы их там и нет, чтобы никто не мог войти и проверить. Но сидят они в страхе, они боятся, что будет дальше. И вот при закрытых дверях пришел Иисус и стал посреди них и говорит им «Мир вам!» Стал посреди учеников и обратился к ним с обычным еврейским приветствием, то, что мы бы назвали «Здравствуйте!». Вероятно, Господь сказал «Шалом!». Иногда исследователи задают вопрос, насколько точно греческий термин «ИРИНИ», который означает «Мир», а по-гречески «ИРИНИ» и «МИН» «МИР ВАМ» передает содержание еврейского термина «Шалом». Ведь в классической древнегреческой литературе термин «ИРИНИ» означал именно «МИР», «Спокойствие», «Отсутствие войны». Но в еврейском языке и особенно в Священном Писании Ветхого Завета термин «Шалом» означает больше, чем просто «Отсутствие войны» или «Спокойствие». Ведь «Спокойствие» может быть и бедным, и несчастным, а «Шалом» означал благоденствие, а в некоторых ситуациях даже и указывал на спасение. То есть «Шалом» термин, который нес в себе очень позитивный заряд. Однако, когда мы смотрим, как переводчики древнееврейского текста на греческий язык, переводчики септуагинты использовали греческие термины, мы видим, что они используют «ИРИНИ» греческое слово «МИР» для перевода еврейского «Шалом». И поэтому получается, что в религиозной терминологии евреев и в религиозной терминологии Нового Завета греческое слово «ИРИНИ» получило обогащенный смысл. Это не только спокойствие, отсутствие вражды или войны, но это также и благоденствие. И вот Господь встречает своих учеников обычным еврейским приветствием, через которое Он не только желает им благоденствия, но определенным образом это приветствие может указывать и на идею спасения через Него Христа, которая идея была выражена в Священном Писании Ветхого Завета. 20 стих. «Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». Показывать свои руки, ноги, ребра, хотя, конечно, в греческом тексте стоит термин «плевра», который может означать не только ребро или ребра, но и бок, для того, чтобы ученики не испугались, не думали, что Он призрак. Синоптические евангелисты добавляют и указывают, что Он даже вкусил еды перед учениками, дабы они удостоверились, что Он не какой-то Дух, а именно воскресший Господь и Учитель. 21 стих. Иисус же сказал им вторично «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Удостоверившись, что ученики уже понимают, что Он воскрес, что явился Он, а не какой-то фантом, Господь еще раз говорит им «шалом» уже для того, чтобы подтвердить, что теперь пришло время благоденствия. И дальше, вот это очень важно, Он указывает, что Он явился ученикам для того, чтобы направить их на проповедь всему миру о факте искупления человечества и о факте Его Христово воскресения. Он говорит «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». И вот этот стих, а лучше сказать, вторая часть 21 стиха, эта фраза Господа очень интересна, если обратиться к тексту на языке оригинала на древнегреческом. В древнегреческом языке есть два глагола, которые означают «посылать». Первый глагол «апостелло» очень специфический и необычный. Отсюда происходит термин «апостолос», то есть «посланный» или «посланник». «Апостелло» означает не просто «послать кого-то куда-то», но «послать» таким образом, чтобы экипировать, снабдить, даровать силы, даровать средства и держать постоянную связь между посылающим и посланником. Поэтому и значение термина «апостолос» в древнегреческом языке было прежде всего снаряженной и готовой к плаванию через бури и шторма корабль, который обязательно вернется. Но также этот термин мог означать «представитель одного государства в другом», то есть «послан». И только уже третье значение – это «апостолос», «посланник» Христов. А другой глагол в греческом языке, который просто означает «послать» без какой-либо дополнительной смысловой нагрузки, как вот наш русский глагол «послать», это глагол «пэмпо». Соответственно, когда Христос посылал апостолов, и речь шла именно о его соотнесенности с ними, со своими учениками, Христос использовал, а лучше сказать, конечно, синоптические евангелисты использовали, это будет более точно, потому что Господь Иисус Христос говорил по-арамейски, евангелисты при выражении смысла слов Господа использовали глагол «апостелло», а, соответственно, учеников назвали апостолами. Однако здесь, в 21 стихе, Господь желает выразить следующую мысль. «Я вас посылаю, потому что меня послал Отец, но моя связь с Отцом намного более тесная, она имеет более высокий порядок, она качественно иная, нежели моя связь с вами, ибо я и Отец едины, Отец Бог, и я, как Сын Божий, тоже Бог. А вы, хотя и уполномоченные мной, хотя и получившие от меня силу, хотя те, кто сейчас получит Святаго Духа, и особенно изобилие Святаго Духа в День Пятидесятницы, но вы все-таки люди, вы иные». Поэтому для того, чтобы указать на то, что его послал Отец, Господь Иисус Христос так говорит ученикам, что Иоанн Богослов использует греческий глагол «апостелло». А для того, чтобы указать, как Христос посылает учеников в мир, Иоанн Богослов использует более простой, более нейтральный глагол «пэмпо». Поэтому, конечно же, если мы мыслим глагол «апостелло», как имеющий дополнительное значение, дополнительные оттенки смысла, мы могли бы его переводить на русский язык «послать, уполномочить». А если «пэмпо» – это простой глагол, мы бы перевели просто «послать». И получается, что фраза Господа Иисуса Христа звучит так. «Как уполномочил меня Отец, и при этом направил, так я посылаю вас». 22 стих. И вот чтобы миссия апостола была успешной, Господь предварительно посылает им Святаго Духа. Посылает предварительно, потому что полнота даров Духа будет им дарована в день Пятидесятницы, уже после того, как он вознесется. Но уже сейчас им нужна некая мера благодати, которая будет выражаться в действии Святаго Духа. Поэтому Господь, дабы подчеркнуть, что Святой Дух не воплощается, Он дунул. Интересно, что используется евангелистам и анным богословам греческий глагол «эмфисао». Эмфисао – это дунуть так, что вот слегка надуть щеки и выдохнуть. Он выдохнул. Он выдохнул, чтобы указать, что Дух Святой совсем иной, нежели Он, Господь Иисус Христос. И сказал, «Примите Духа Святаго». Для чего же нужен был апостолам Святой Дух? Ну, во-первых, чтобы они перестали бояться. Потому что, когда в следующий раз Христос явится уже на восьмой день, опять двери будут закрыты, но Иоанн Богослов уже не скажет, что сидели в страхе. Уже просто закрыты двери по иной причине, чтобы никто не помешал апостолам. А вот страх уходит. Таково действие Святаго Духа. Чуть позже Святой Апостол Иоанн Богослов в своем первом послании скажет. Любовь не знает страха. Настоящая любовь изгоняет страх. Поэтому, конечно же, когда Господь очищает нас от страстей, от грехов и дарует нам способность любить ближних, то эта способность изгоняет в нас страх перед ближними, если мы каким-то образом от них зависим, и мы знаем, что настроение у них может измениться. Наш начальник или наши близкие в семье или еще кто-то, кого мы можем или бояться, или просто испугаться, мы уже не боимся, не пугаемся, если мы искренне, честно любим этих людей. И вот интересно, что, получив благодать Святаго Духа, апостолы перестали бояться, ибо осознали, сколь велико действие жертвы Христовой. Христос искупил верующих в Него, их апостолов, но и эти евреи, которые кричали, «Распни, распни Его», которые враждебно относились ко Христу и к ним, его ученикам, и они тоже будут слышать их проповедь уже скоро, и кто-то из них и достаточно много обратятся и уверуют, апостолы перестанут бояться. Но не только для того, чтобы они перестали бояться, еще по иной причине Господь предварительно посылает им Святаго Духа. 23 стих. «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». В этих словах Господь Иисус Христос указывает на важнейшую цель деятельности святых апостолов. Они будут не только проповедовать Его воскресение, но проповедовать победу над смертью и победу над грехом. Ибо всякий, кто уверует в Господа Иисуса Христа, получит прощение грехов. И это прощение грехов будет происходить в том числе через апостолов Христовых. Кому они, апостолы, простят грехи, тому грехи будут прощены. Конечно, речь не идет о какой-то магии или автоматизме. Речь идет о том, что когда люди будут обращаться, становиться членами церковных общин, то апостолы будут, во-первых, совершать таинство, таинство преломления хлеба, таинство божественной Евхаристии и преподавать верным хлеб и вино, которые стали телом и кровью Господа Иисуса Христа. Через скушение Его тела, через испевание Его крови верующие получают прощение грехов. Но также и непосредственно общение верующих с апостолами, а затем с их преемниками, когда верующие обращаются за помощью, исповедуют свои грехи и получают прощение грехов. Но если кто-то ожесточится, озлобится, не захочет принять весть о воскресшем и освобождающем от греха Христе, то эти люди также и останутся непрощенными и грехи останутся на них. Но обратите внимание, на первое место Господь ставит именно прощение грехов. Вот она цель и Его крестного распятия и воскресения и это же цель апостольской миссии, апостольской проповеди. И, конечно, Господь, как и апостолы, не хотели бы, чтобы кто-то был, на ком останутся грехи. Но через это Христос констатирует просто реальной жизни далеко не все захотят принять спасение. Именно вот эти краткие слова приводит Иоанн Богослов, хотя, безусловно, беседа Господа с учениками в первый день по воскресенье могла быть и, вероятно, была более продолжительной, но Иоанн Богослов указывает только на самое важное. Далее он переходит к тому, что Господь явился ученикам и на восьмой день в связи с очень важным, в связи с очень важной ситуацией, связанной с апостолом Фомой. 24 стих. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец не был тут с ними, когда приходил Иисус. По-гречески «лидимос» — Близнец. Скорее всего, он действительно имел некого брата, Близнеца. Вероятно, распятие и погребение Господа Иисуса Христа подействовало на Фому более сильно, чем на других учеников. Так что он даже не хотел быть вместе с учениками в тот день, в день воскресения, когда им явился Господь. Но они ему рассказали, что Господь воскрес, Господь явился, преподал им Духа Святаго, послал их в мир для того, чтобы прощать грехи людей. 25 стих. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перстам его в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. То, что апостол Фома отвечает так в показывает, что он по-прежнему находится в абсолютно расстроенных чувствах, что он, хотя и слышит от учеников, что Христос воскрес, все-таки этот факт не принимает, он хочет в этом удостовериться. И надо сказать, что возможно у апостола Фомы в этот момент некая интеллектуальная составляющая доминирует над интуицией, потому что, как будет видно дальше, увидев воскресшего Христа, он его исповедует именно как Бога, а к такому выводу он может прийти только правильно уяснив себе священное писание Ветхого Завета и еврейское учение, прежде всего богословие, учение о Боге. Ведь только в Боге источник жизни, только Бог самобытен. И поэтому если кто-то сам воскрес, не будучи воскрешен кем-то другим, значит этот сам и является Богом. Но конечно принять эту мысль о том, что Бог становится человеком для любого трудно, но особенно трудно для иудея, который воспитан в монотеистической традиции. Поэтому у Фомы, которого иногда называют в церковной традиции неверующим, скорее даже не столько неверия, да, неверия здесь проявляется, сколько интеллектуальное уныние, когда он не может принять умом то, о чем ему говорят ученики, а сердце его молчит. И конечно же таким может быть и ситуация у многих других людей, потому что невозможно полагаться только на свой ум, свой интеллект. Кроме ума и интеллекта у нас есть и чувства, и конечно же у нас есть и некая интуиция. Когда мы за видимым начинаем видеть невидимое, начинаем созерцать. Поэтому конечно же та ситуация, которая была у апостола Фомы случается время от времени у многих людей. Он говорит очень витиевато. И вот в этой витиеватости как раз и можно видеть то, что он отдает предпочтение неким внешним факторам, внешним доказательствам. 26 стих «После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал «Мир вам!» Господь вновь является через закрытые двери именно в этом 26 стихе очень хорошо видно из греческого текста, что приходит Иисус дверями закрытыми, то есть уже не может быть иной интерпретации. Только одно возможно понимание Христос проходит через закрытые двери, встает посреди них и вновь их приветствует шалом. 27 стих «Потом говорит Фоме подай перст твой сюда и посмотри руки мои подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим но верующим». И интересно, что Господь Иисус Христос обращаясь к Фоме фактически воспроизводит вот эту многословную речь апостола Фомы, которую он изрек за неделю до того. Тем самым Христос хочет показать «Я знал уже тогда, что ты сказал, я знаю это сейчас, но я желал тебе дать определенное время, чтобы ты услышав от других все-таки мог порассуждать сам в себе, довериться своему сердцу и только после этого я явлюсь тебе». является Фоме не на следующий день, не через день, а является спустя неделю. Так же бывает и в нашей жизни. Какие-то сомнения, скорби, мы начинаем понимать, что с нами происходит, начинаем сбрасывать с себя греховные путы, сбрасывать с себя то, что нас тяготит и прибивает к земле, обращаемся к горе, к Богу, к небу, но не сразу получаем некую помощь, поддержку от Господа, есть период, когда Господь желает, чтобы мы сами шли к Нему. Как ребенок, который учится ходить, на первых порах его поддерживают родители, но потом уже нельзя, сам должен идти. И, конечно, вот эти первые несколько шагов бывают очень тяжелыми, потому что ребенок и падает, и ушибается, и кричит, и расстроенный, но это все необходимо для того, чтобы после второй, третьей попытки он встал на ноги и пошел. Так и Господь дал апостолу Фоме, дает и каждому из нас время для того, чтобы, и возможность, чтобы мы сами шли к нему. И так, отвечая теми же словами, которые прежде апостол Фома сказал ученикам, говорит свою руку поднеси, вложи твой палец в раны от гвоздей, вложи твой палец в рану от копья, и не будь неверующим, но верующим. Греческий термин пистос верующий, как и глагол пистеаво веровать, имеют два оттенка. Веровать в смысле что-то интеллектуально признавать и веровать в смысле доверять. У нас в русском языке это не так. У нас два разных глагола тоже в английском языке и в ряде других европейских языков. Поэтому, когда Господь Иисус Христос говорит апостолу Фоме не будь неверующим, но верующим, это можно перевести на русский язык и иначе. Не будь неверным, но верным. Или еще вариант перевода не будь недоверяющим мне, но доверяющим мне. Ибо если верим в Бога, то и доверяем Ему. И вот когда он так сказал и показал свои руки и ноги и ребра, то апостол Фома отвечает. 28 стих. Фома сказал ему в ответ «Господь мой и Бог мой». Эти слова апостола Фомы иногда в богословской литературе называют «Исповедание святого апостола Фомы». Потому что он начинает с произнесения титула, который на русский язык в этом месте, конечно же, нужно перевести как «Господь», поскольку дальше Фома уже однозначно называет воскресшего Христа Богом. Он не Господин, он не человек для него, для Фомы. Он уже Господь, потому что он воскрес, а воскреснуть может только источник жизни, а источником жизни является только Бог. 29 стих. Иисус говорит ему «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженно не видевши и уверовавши». Интересно, что здесь в этой фразе Господа Иисуса Христа дважды стоит греческий глагол «Орао» «видеть» в смысле непосредственно видеть, воспринимать. Итак, ты уверовал и стал мне доверять, потому что меня увидел физическими глазами непосредственно, блаженны блаженны те, которые вот так вот физически меня не увидели, но при этом и в меня веруют и мне в своей жизни доверяют моему промыслу». Христос не сказал, что апостол Фома при этом несчастен, неблаженен. апостол Фома конечно тоже счастлив, блажен, поскольку не только обрел своего Господа и Учителя, но обрел теперь своего Господа и Бога. Однако Христос хочет указать, пусть те, которые меня не видят, так же, как ты меня прежде не видел, доверяют тому, что скажут другие, ибо ведь тебе, апостолы, тебе, твои ближайшие друзья говорили, что я воскрес, но ты продолжал упорствовать, тебе нужны были какие-то абсолютно очевидные и абсолютно неопровержимые доказательства. Но далее будет не так. Далее те, кто меня не видят своими физическими глазами, они услышат о моем воскресении от тех, кто является моими учениками, от апостолов, и вот когда они уверуют, они будут более радостны, более счастливы, нежели ты сейчас Фома. Поэтому фактически Господь Иисус Христос говорит о том, что апостолы пойдут в мир проповедовать его воскресение, и тем самым он продолжает свою речь к апостолам, которую начал неделю назад во время воскресения и явлением в день воскресения. Соответственно, на этом месте, когда Господь говорит о том, что блаженный, не увидевший меня, но уверовавший, заканчивается Евангелие от Иоанна в его первой редакции, ибо последние два стиха 30 и 31 этой 20 главы конечно же были заключением всего Евангелия, когда оно только было представлено Иоанном Богословом своим читателем. А следующую 21 главу Евангелист Иоанн Богослов видимо дописал несколько позже, потому что в этом была необходимость. В общем, это несколько позже произошло ненамного позже первой редакции, первое издание Евангелия, потому что до нас дошли рукописи, которые содержат именно полностью 21 главу. Последние два стиха 20 главы. 30 стих. Много сотворил Иисус предучениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Иоанн Богослов хочет сказать, я писал то, что не описали первые три евангелиста синоптики, но и я не описал всего. Огромное количество было еще совершено других, конечно же, там стоит в оригинальном греческом тексте симеон, то есть знамение. Еще было совершено много других знамений, знаков Господом Иисусом Христом, о которых нам, ученикам, известно. Мы были их свидетелями, мы были очевидцами этих знамений, но о них не написано в этой книге. Почему же не написано? О них не написано, потому что если об этих знамениях и чудесах писать, то тогда, конечно же, потребовалось бы несколько книг, целая библиотека, что было бы неудобно для целей апостольской проповеди. 31 стих. Съезжа написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Иоанн Богослов хочет сказать, да, описано не все, что-то изложили первые три евангелиста, что-то дополнил я, но уже этого достаточно, чтобы уверовать, что Иисус из Назарета есть, во-первых, еврейский Мессия, Маше, Христос, а во-вторых, Сын Божий, и безусловно в этом тридцать первом стихе Иоанн Богослов вкладывает в этот термин, в это выражение не тот смысл переносный, который вкладывали враждебные Христу Иудии, как Сын Божий праведник, но вкладывает уже буквальный смысл Сын Божий равный Отцу, Сын Божий и сам Бог, воплотившийся Бог. И вот это нужно узнать и в это уверовать для того, чтобы, веруя, иметь жизнь во имя Его. Получается, что конечная цель и прочтения, и изучения Евангелия от Иоанна, как и Священное Писание Нового Завета, это не только узнавание о Христе, но и узнавание самого Христа, встреча с Ним для того, чтобы через Него приобщиться к жизни будущего века, ибо она, жизнь будущего века, уже сейчас, в этой жизни начинается со Христом и во Христе. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...